Понятно, что основные деньги наши кинотеатры зарабатывают после проката голливудской кинопродукции, точно так же, как и во всем мире. Главное — соблюсти, наверное, баланс, скажем, чтобы в стране родной кинематограф не умер окончательно, то должны быть предприняты какие-то меры для того, чтобы этот баланс, хотя бы соотношение 20-25% российского кино и остальные голливудские фильмы были отрегулированы. Но дело в том, что Голливуд выстроил и свою систему продвижения кино, и свою систему звезд, и поскольку исторически так сложилось, что основные силы, скажем, после русской революции, так же, как и после катастроф, связанных с Первой мировой войной, переехали в Америку, то огромное количество умов, в том числе и в кинематографе, просто изначально поселились в Голливуде. После Второй мировой войны то же самое, да, национальные кинематографы и России, и Франции, и других европейских стран очень сильно пострадали, несмотря на то, что там, допустим, российская кинематография была перевезена практически вся в эвакуацию, и какие-то фильмы производились, но этого было мало. Очень много людей погибло, специалистов, да, и возрождать нужно было полностью страну, и, скажем так, культура всегда возрождается, в том числе и кинематограф по остаточному принципу, хотя в Советском Союзе кинематографу уделяли огромное внимание, ну, то есть в Советском Союзе как-то понимали важность идеологии, в том числе переданную через язык кинематографа. Значит, товарищ Ленин еще в свое время подчеркивал, да, что для нас важнейшим из искусства является кино и цирк, именно в силу массовости и того, и другого вида искусства, и в силу того, что даже совершенно неподготовленная аудитория может воспринимать и то, и другое зрелище. Поэтому, скажем, несмотря на то, что кино в Советском Союзе было с идеологической направленностью, но, тем не менее, были созданы очень большое количество шедевров кинематографических, и много говорилось о том, что фильмы были положены на полку, но, тем не менее, в свое время мы их увидели. Поэтому для меня, например, очень большой знак вопроса, почему люди, которые сейчас стоят у руля нашей страны, выросшие в советские времена, и, я бы сказала, даже профессионально состоявшиеся в советские времена не могут взять то лучшее, те наработки, которые уже были придуманы, сделаны там и так далее. То есть даже в нашем кинематографе уже все настолько было отработано, а при этом есть еще и современные кинематографии других стран, есть опыт других стран. Почему бы не взять этот опыт, не использовать его, не адаптировать под Россию? Потому что, скажем, бороться с Голливудом бессмысленно, мы его совершенно не победим. Вот эти вот все зарихватские упражнения товарища Хрущева, догоним и перегоним Америку, и, значит, покажем им Пуськину мазь, это бессмысленно абсолютно. Опыт показал, что нужно использовать и свой, и чужой опыт на благо свое. Надо учиться на чужих ошибках, и при этом надо учиться на чужих достижениях. В той же Франции, например, с каждого билета голливудского фильма, ну или другого зарубежного фильма, скажем, четыре пятых части заработка идет в некий фонд, из которого потом продюсируется кино Франции. А с каждого билета родного фильма, проданного, одна пятая идет в этот фонд, а четыре идет непосредственно прокатчику. Ну, скажем, прокатчику я сейчас имею в виду как прокатную систему. То есть понятно, что на любом голливудском фильме зарабатывает французская кинематография. Поэтому, скажем, кинотеатрам во Франции выгодно прокатывать свое кино, потому что тогда у них остается, и они просто рвут, значит, скажем, рубаху на груди для того, чтобы прокатать нормально, нормально прорекламировать у себя в кинотеатре, нормально продвинуть своими силами французское кино, потому что им выгодно, у них большая часть денег останется. Вот сейчас, допустим, в России делится каким образом? С каждого билета 50% остается у кинотеатра, и 50% возвращается прокатчику. Прокатчик берет свой процент, и как бы остатки передается продюсеру, наконец. Продюсеру в этом смысле самые незащищенные позиции в кинематографе, потому что продюсеру достаются остатки, что называется, после всех. И, как правило, до продюсера вообще ничего не доходит. Именно поэтому все, большинство продюсеров, ну, кроме мейджеров, хотя мне кажется, что и мейджеры, наверное, тоже бывают, все в долгах, как это ни смешно звучит, но тем не менее. Вот такой вот бизнес странный в России. Поэтому, когда сейчас делится 50 на 50, и нет никакого смысла прокатывать и рвать рубаху на груди, как французы, нашим кинотеатрам, поэтому мы существуем в рамках вот такого нестабильного, такого хромого рынка. Безусловно, если бы наши кинотеатры имели такую же систему, да, вот когда 4 пятых от проката американского кино идет в некий фонд для поддержки российского кинематографа, и только одна пятая часть остается непосредственно кинотеатру, а меняется радикально противоположным образом ситуация, если вы прокатываете российское кино, и тогда львиная доля заработка от этого остается в кинотеатре, вот тогда был бы смысл у кинотеатров как-то пересмотреть свое отношение к прокату российского кино. Вот, собственно, такая простая система у французов и абсолютно действующая, прекрасно поддерживающая французский кинематограф, потому что у французов тоже были в свое время падения интереса и внутри страны, и во всем мире к французскому кино, и государство французское, ну вот Франция, да, и руководство французское вкладывало деньги именно для поддержания интереса к французскому кино на том уровне, на тех территориях, где традиционно был этот интерес, скажем, в той же России, да, всегда любили французское кино, у нас его было достаточно много. Так вот, продвигалось в тяжелые времена за счет денег Франции, французское кино на вот эти вот традиционно интересующиеся французским кино территории.